здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас нам на моем канале а если вы вдруг еще не подписаны случайно зашли пожалуйста подпишитесь можете сразу ставить лайк этому видео потому что видео будет интересно а вы знаете ирина хакомада уже давным-давно дала интервью и вы меня давным-давно просили его разобрать и в общем то это интервью уже можно сказать порослом home но каждый раз когда я ставила его на голосование во вкладке сообщества она занимала лишь второе место уступая ну разбор можно сказать кому-то из лидеров да и сейчас я решила что пришло время невзирая на то что интервью не новое пришло время его разобрать почему я все-таки вернулась к этому интервью потому что позиция ирины хакомады заслуживает того чтобы ее разобрать потому что она по форме вроде бы правильно да а по содержанию очень сильно неправильно и здесь заложено мина замедленного действия и самое главное это ее позиция так преподнесена что люди которые в общем-то сомневаются или не согласны с ней как-то само собой становят соглашаются возможно с ее позиции я вам покажу вот эти ключевые моменты в которых но происходит определенная манипуляция на которую вам не стоит обращать внимание ну давайте не будем откладывать в долгий ящик приступим сразу к делу и так я включаю первый фрагмент и по ходу будем смотреть что важнее отдать долг родине или уберечь спасти своего сына каждый решает как уход смотрите сначала сжимает губы а с шеей стряхивает ответственность мы знаем что в этом месте находится ответственность да и пытается уйти от ответа это очень грамотный ход манипулятора вы знаете это очень с ее стороны понятно для чего это делается но пусть это вас не вводит в заблуждение то есть все что она говорит она всегда делает оговорочку это что вот я такая вся в дзене да а вы в любом случае это ваша жизнь вы будете принимать свои решения и это в общем-то здравая мысль просто я вам на это обращаю внимание чтобы вы не принимали ее слова слишком на веру да потому что вот все что она говорит она говорит с позиции вот не принимать ответственность вот в чем фишка что у каждого свой критерий а вы как на этот вопрос отвечаете видите значит отклоняется да то есть ей не хочется брать на себе она всячески уходит от ответа мне вы не задавали вот я видите как она мне его не задавали вот это вот всегда а и это касается тех кого мы пытаемся вывести на чистую воду да когда нам пытаются врать обманщик он старается избежать факта лжи потому что как только он встает как только он как говорит ложь он сразу подписывает этот приговор ну как не приговор а подписывает этот документ то есть первичный документ в факте лжи пошел если человек начал врать поэтому любой обманщик постарается умолчать постарается избежать ответа и вот в данном случае ирина ведет себя как классический обманщик который не хочет зафиксировать эту ложь не хочет вернее даже не ложь а свое мнение которое будет трактоваться определенным образом сейчас задаю и зрители вам его задают отдать долг родине или спасти своего ребенка своего сына который какой поехать и матеря какой долг мы здесь родине ничего не должны здесь хотя бы я благодарна ирине за эту мысль что хотя бы эта мысль прозвучала и за это благодарю благодарю действительно вот это хорошо но здравый смысл хорошо что победил хотя бы в этой фразе и смотрите как она говорит видите пауза родина на месте с родиной все окей ее никто не забирает не хватает ничего ну спасибо спасибо за эти фразы и в общем то ну вот если бы этим и ограничилась я была бы благодарна ей хотя бы за то что она на широкую аудиторию сказала эту здравую мысль но а дальше конечно же мы пойдем дальше да извините за тавтологию да значит всячески всячески она избегала ответов на вопросы естественно это понятно человек находится в россии я ее могу понять как человек да но здесь конечно же она не просто человек а человек с определенным багажом авторитета и и ее слушают в первую очередь люди думающие поэтому я понимаю ее страх и попытку избежать но давайте смотреть который сейчас происходит между россией и украиной вы это не обсуждаете меня никто не просит это обсуждать видите опять меня никто не просит это обсуждать губы перед этим сжаты были тема сильно задевает отклоняется попыталась непринужденно обесценить эту тему то есть всячески пытается уйти от факта который в дальнейшем будет истолкован против нее причем обеими сторонами да но и тут понятно она между двух огней но вообще в принципе если пришла на интервью как-то я считаю что надо было более подготовиться они просто про свой дзен внутренний рассказывать но ладно у всех другая повестка дня я понимаю что у журналистов одна повестка дня ну вот то есть я просветленная а ты делаешь свою работу которую я в общем то не уважаю при этом не смотрит на собеседница вот часто не вечно как я начинаю вести эфир у меня над начинает чесаться нос в дальнейшем если вы захотите вы сможете меня за это привлечь надо в своих уже разборах значит смотрите подняла челюсть наносит удар да наносит удар что ты такая челюсть здесь да ты работа ты работаешь свою работу и делай пожалуйста свои дела а я просветленная я выше всего этого дома то есть это еще одна уловка манипулятора идем дальше у политических журналистов а у нас нормальных людей у нас другая повестка дня мы хотим жить то есть я нормально ты так себе да я вам ответил и вы начинаете всех опять людей тащить вот туда по существу она ничего не ответила но она говорит что она ответила на это про свой дзен рассказала внутренний уберите этот и надстройка такая дает рекомендации журналисту как надо делать свою работу doom скроллинг да ну то есть манипуляции для того чтобы не зафиксировать этот факт не произнести те слова за которые ей прилетит но это понятно да понятно значит смотрите сколько здесь таких манипуляций прозвучало тут 6 манипуляций у нас другая повестка дня мы такие просветленные потом это ваша работа вы недостаточно развиты а дальше третья манипуляция а у нас нормальных просветленных до другая повестка дня 4 мы хотим жить вот вот это вот знаете так подождите насчет хотим жить я не помню наверное что-то пропустила но в общем так это пропускаем то есть ты такая зануда ты прицепилась обесценивает дотошность журналиста да и дает рекомендации журналисту ну то есть все-таки 5 таких вот манипуляций четких прозвучало идем дальше она я не знаю это касается как раз вот войны а да она сказала что хотим жить и здесь у меня такой знаете все таки вопрос к ирине да мы все хотим жить но как вы считаете украинцы хотят жить или им это нормально или мы с этим проживем как-то да то есть вот в вашем внутреннем дзене главное конец нет я понимаю что я ни в коем случае не толкаю вас на амбразуру но знаете такой вот однобокое освещение да не замечать того что рядом происходит убийство да что вот так стыдливо прикрыть глазки да я хочу жить я лучше отвернусь да вот это вот конечно ну очень четко про проходит красной нитью и даже мало того что она как вот она как сказать она своим внутренним дзеном до пытается убедить что да надо в первую очередь да безусловно я согласна что в первую очередь надо спасти себя но нельзя так обесценивать того что происходит рядом понимаете когда на твоих глазах убийца убивает свою жертву нельзя так это обесценивать а мало того она еще не только обесценивать но мы сейчас подойдем к этому идем дальше но это же как раз сигналы выдворения что все инакомыслящие должны уехать да я не подчиняюсь сигналом матрицы я подчиняюсь своим сигналом я живу держа матрицу на дистанции мне моя жизнь дороже то есть красной нитью у нее проходит матрица такая знаете загадочная матрица которая всех нас сталкивает лбами и делает прочие плохие вещи да ну то есть она ссылается на матрицу тем самым показывает свою детскую позицию по большому счету да то есть матрица там где-то я как бы не в матрице моя цель создать свой внутренний дзен и не обращать внимание на матрицу но она не обращать скажем так своим не обращанием внимания как бы не обращанием внимания она по большому счету она эту матрицу и поддерживает но мы об этом еще вот я вам покажу вот эти фрагменты где она косвенно или прямо говорит о том что все происходит правильно да то есть вот как бы я вне этого но в то же время все-таки матрицу она поддерживает но она очень много говорила про эту матрицу давайте послушаем а счастье это не быть в матрице она видите и для нее вот это вот тема да понимаете вот это вот такая иллюзия как будто я вот вне всех вот этих вот драк я как бы в стороне я я смотрю сверху да вот это 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 иллюзия и она как сказать им создала ее для того чтобы себя просто успокоить да вот то есть я вне этого всего это по большому счету не что иное как просто успокоение себя любимой я безусловно понимаю ее как человека что она тем более она хоть и выглядит прекрасно но возраст все-таки человеку не хочется нервничать возможно да и поэтому она себе вот создала вот эту картинку до идеальную что все что внутри меня это ценно а то что снаружи происходит эта матрица которая меня не касается но тем не менее она делает вот такие вот вещи в пользу матрицы которые вообще непростительны и опору внутри себя и делать то что тебе нравится для людей вот и все но насчет того что делать для людей отталкивает локтем поднимает челюсть поджимает подбородок пожимает плечами то есть но нет все таки убедила вот она поместила себя в определенную картинку да и вот в этой картинке очень комфортно себя ощущает вот и все более ничего видите вот за медленные съемки то есть там пожимает плечами надеюсь вы видели все то есть мне все равно ну вот я сказал я не человек матрицы выставляет лоб это упрямая уже позиция да то есть матрица у нее и средства для удара то есть она там и поднимала челюсть да и упрямая позиция ну то есть все аргументы в том что матрица нам навязывает какую-то игру а мы все должны ее игнорировать как бы матрица это социум так если вы подчиняетесь ее законам то вы полностью живете матрицы видите как хорошо вот прям проработанная четкая вот эта позиция да она она человек думающий интеллектуал да действительно она очень образно создала вот эту вот историю про матрицу прекрасная метафора я должна сказать но она вот именно для того чтобы успокоить свою совесть не более того а если вы умеете создавать мир вне ее тогда вы только частично с ней общайтесь на процентов 30 ничего все равно не изменить вот так видите а вот эта фраза уже в поддержку матрицы если уж так метафорически рассуждать да то сейчас она внушает страх к этой матрицы то есть в матрице все происходит а вы вообще лучше не дергайтесь вы лучше подчинитесь ее правилам и от вас ничего не зависит вот это вот очень важный такой момент на который я бы вам рекомендовала не обращать внимание от нас все равно многое зависит и нельзя вот так вот брать и ну как это конечно она может высказывать свою позицию но она вот в данном случае сейчас нам утверждала что она вне матрицы да но она все равно вот это внушает нам страх к этой матрице тем самой тем самым работая на эту самую матрицу просто так грустно думать что от тебя ничего не зависит ничего не изменишь от вас зависит ваша жизнь это очень много а если бы от вас зависела матрица то это было бы здорово но матрица зависит от матрицы матрица это прекрасная метафора которую ирина придумала для себя и для тех кто все еще продолжает верить ее мнению ну я думаю таких немало она действительно имеет хороший послужной список и она ну я я тоже раньше ее очень сильно уважала примерно до этого интервью да но сейчас когда ее послушала я поняла что это очень опасный человек который как бы как бы вот с помощью своего авторитета с помощью ну например вот сейчас давайте включая следующий фрагмент с помощью чего она нам внушает чтобы мы ей верили но были какие-то события новости эпизоды которые по-настоящему вас потрясли вот за это время да нет а чё пауза такая да нет каменное лицо нет нет эмоций да нечего меня не потрясут плечи не знаю но как бы я вообще я вообще с другой планеты вообще а меня это не касается говорит она слов все было и так ясно у вас получается быть счастливой сейчас пусть и есть бы они не получалось я бы об этом не заявляла я вообще очень честный человек ну вот насчет честности я здесь очень сильно сомневаюсь потому что локоточек ушел в сторону конечно же тело и и понимает что все это история с матрицей это лукавство и красивая история красивая сказка в которую она сама верит и заставляет верить тех кто верит ей да поэтому не не обольщайтесь тем что матрица нас всех спасет или как-то матрица это просто вот красиво красиво да метафора мне нравится тоже да дальше давайте смотреть вот лично я за эти уже почти 10 месяцев неоднократно испытывала чувство отчаяния наверное а вы нет ничего не волнует вообще я постигла дзен я просветленная отклонила голову поджала подбородок но я я себя просто убедила убедила в том что все в порядке и пожалуйста ты тоже себя убеди она там даже дает рекомендации а сейчас вот в этой ситуации в которой мы оказались который вся страна оказалась как себя найти вот в этих условиях а чё за условиях идет ну что замечательно вообще идут убийства украинские города бомбят а ну и что в классно классно ирина вот после этого вообще вот вот я сказала что я раньше уважала ее мнение вот после этих слов я просто поняла что это вот ватник но более уточку утонченный перед нами и рассуждает о том что указывает все чего-то продать и так далее уехать ребята потише и поскромнее а то матрица да и видите как сначала она как бы удар наносила а потом постепенно челюсть опустила и ребята потише и поскромнее вот она работа на матрицу и даже самые ужасные обиды на то что происходило в россии нельзя тащить на себе всю жизнь и мстить надо уметь отпускать и быть щедрым и предрасположенным к человекам какая добрая ребята ребята пусть убивают украинцев пусть убивают наших мальчишек которых отправляют на фронт пусть мальчишки сидят дождут может быть и их не коснется может за ними не придут а если придут то я вам ничего не советовала помните да да пусть пусть я прощаю я добрая я просветленная только главное не давай не дайте мне выйти из моей зоны комфорта вот что говорит она на самом деле да как бы вот такая вся умная просвещенная с таким авторитетным мнением пришла на интервью сказать вот это ребята это меня просто потрясло до глубины души они к политическим повесткам это интеллигенция мне печально от этого вам а причем тут ваши оценочные всякие эмоциональные чувства кому-то печально кому-то грустно история это не волнует на матрицы это не нравится ваши оценочные суждения матрицы все запрограммировано пожалуйста плыви по течению и будет тебе счастье вот что она пропагандирует то есть не важно вообще убивают не убивают что происходит там бомбят жить невозможно не главное мне комфортно я не хочу а ну дальше давайте смотреть ну там дальше а тасс а тасс но если вы посмотрите что говорят про нас по украинскому телевидению там тоже будет кошмар видите вот в этом большая опасность она как бы такая вот пришла с определенным багажом не буду опять перечислять да но мы ей априори верим и она пришла и говорит а смотрите да он насилует а ведь она шла в короткой юбке сучка да она же ведь плохо себя вела она же его провоцировала а чё это я должна за нее заступаться я лучше тыдливо глазки закрою до или отвернусь а лучше я себя помещу в кокон и матрица меня не тронет вот вот что она сейчас нам говорит да то есть получается вот эта сторона которую сейчас убивают да они оказываются плохо себя вели они оказываются тоже плохо говорили тоже плохо говорили понимаете не просто плохо говорили о нас они тоже плохо но это было да ну одно дело говорить плохо и на нашем телевидении говорили плохо и там плохо говорили ну то есть вот такой знаете такой срач шел но когда пошло убийство то есть они же плохо о нас говорили вот пожалуйста пусть получают поэтому учулись в этот бедлан вы лично себя считаете в какой-то степени в ответе за действия нет я за все свои конечно нет естественно нет я в яс матрицы не контактирую вообще я здесь я здесь мимо проходила да и вы все свои решения принимайте сами я просто пришла вам сказать да даже если вы еще не определились со своим мнением куда вы красным или к белым да то я вам скажу что лучше к этим примкнуть по порядку определенных причин и она приводит в доводы почему примкнуть вот именно стороне россии намного выгоднее но об этом мы дальше поговорим да получается что нет я не виновата но я пришла со своим мнением чтобы вас склонить к определенному образу мышления для того чтобы отвернулись тоже и не обращали внимание как происходят убийства человека который провоцировал другого человека вот и все и ответственность ответил 2004 г учета на жалеть понимаете я и советского союза а здесь она целое предложение много сказала о том какой она классный оппозиционер то есть авторитет свой добавила и этим самым еще больше нас всех запутала да вот она говорит сейчас очень страшные вещи до страшные ужасные но из уст того же ну извините за мое мнение до оценочная но из уст дебила певцова эти слова звучат как клоунада из уст продажной степановой это тоже звучит ну да купили тетку но вот из уст человека который баллотировался в президенты причем соратник немцова до в прошлом человек который был за украину которая выступала на митингах в украине да когда там происходило это все и из уст человека который вот действительно но имеет определенный авторитет она еще получается вот эти слова звучат как приговор просто вот знаете убива убивает вообще все человеческое и знаете выбивает из-под дну из-под ног вообще почву вот когда она говорит такие страшные вещи и она на всякий случай если вдруг кто-то не знает ее заслуг если вдруг кто-то не до конца оценивает ее значимости она сейчас нам проговорит что она из ссср и и так далее и там свои заслуги она перечисляет да как бы на весы она кладет полностью свой авторитет то есть ребят то что я говорю это истина потому что я прошла свой жизненный путь да и вот посмотрите какой он классный какой достойный уважение говорит она давайте послушаем действительно здесь ну как бы есть повод ее уважать дети родины в советском союзе если они обладают самостоятельным самопознанием а я любила читать запрещенные книги увлекалась тарковским солженицыным все это из рук аксионовым из рук в руки передавалась самый сдат в газетке обернутый мы собирались в диссидентских кругах и обсуждали все что творилось вокруг и были бы позиции ко всему этому но мы ничего не могли изменить поэтому я ушла уже тогда 18 лет я ушла во внутреннее подполье есть большая привычка к этому поэтому для меня ничего удивительного нет но потом-то жизнь изменилась и вы тоже были счастливы в другой новой жизни получается в каждой жизни умею быть счастлива но я никогда не вспоминаю и ничего не сравниваю с прошлым знаете да вот она сейчас сказала не сравниваю с прошлым но только что сама перевела разговор на прошлое чтобы добавить авторитета своим словам это первое второе внутренний оппозиционер для тех кто сейчас думает что она просто пытается как-то сохранить свой внутренний дзен и остаться при своем мнении ну вот для тех кто в дальнейшем когда там придет другой ветер перемен да и она скажет что на самом деле она просто не могла ничего сказать а думала она по-другому вот то что она говорит про там но она еще сейчас у меня есть еще фрагменты все-таки она слишком много наговорила против украины слишком много она наговорила того чего говорить не стоило вот прось даже если она боится что-то озвучивать да то вот в поддержку того что сейчас происходит слишком много было сказано и это для меня лично вот привело меня лично привело к разочарованию да и здесь сколько угодно на весы клади своей оппозиционной деятельности но вот это все резко обесценилась после тех слов про то что украина сама виновата и вообще я всех прощаю да я такая вся в дзене ничего страшного потерпит да но вот это вот мерзко мерзко гадко и противно разочарование полнейшие но идем дальше я считаю что на западе всегда критиковали национализм на сегодня на западе развивается контрнационализм то есть теперь если ты русский тут и преступник я считаю таким образом на западе нарушаются все конституционные права человека нельзя обвинять простой народ в россии в том что происходит узнаете как раз вот пропаганда и оперирует вот этими вещами да что запад плохой мы хорошие у нас супер культура мы супер люди до которые имеем право навязывать свое мнение окружающим да ну то есть вот вот она пропаганда которая очень красиво обернута в предыдущие заслуги о которых ее никто не спрашивал она только что нам сама напомнила о своих заслугах говорит как бы я с вами ребята если что я с вами да но при этом впихивает вот эти вот вещи установки да ну вот как бы да безусловно сейчас может быть может быть сейчас запад на нас смотрит по-другому и это это действительно так это ну вот я например сейчас на себе это ощущаю мне я ну вот скоро и комет полу ну вот продлевать вид на жительство у меня могут быть проблемы да и я понимаю что я попала между молотом и наковальней у меня российское гражданство и поэтому конечно да безусловно это может сказаться на мне но я понимаю что моя страна сейчас совершает убийство поэтому я молчу тряпочку и вообще не вот я буду решать вопросы но вот отказываться от того что и и вот из-за того что у меня какие-то проблемы говорить что здесь виновата украина это вообще верхняя степень цинизма ребят это это вообще просто безобразие ведь сейчас происходят убийства это выше всех наших проблем проблемы это такая мелочь по сравнению с тем что люди теряют своих родных по сравнению с тем что разрушается инфраструктура люди в холоде живут в голоде я не знаю на что они там выживают как они выживают этот бахмут и очевидцы говорят там вообще не осталось живого места от города мариуполь это разрушенные города и и вот сейчас рассуждать о том что на нас запад плохо смотрит это вообще цинизм я вообще в шоке просто в шоке ребят меня извините за мои эмоции но это уже просто крик души ребят катастрофы не будет нет катастрофы не будет почему потому что в россии полно ресурс просто даже в случае всяких ограничений по ценам что нефть и что газа все равно будут продавать разными способами изображать надо продавать а даже если не будут продавать начнут вкладывать внутрь экономики ну и находить других поставщиков мир большой то есть смотрите еще один тезис который она нам красивенько так обернула да ну на самом деле вот не не что иное как знаете перед нами человек очень деловой который в первую очередь думает о своих интересах это понятно да понятно и конечно же она понимает что у россии много ресурсов этот хозяин будет намного выгодней чем другие хозяева те хозяева на нас плохо смотрят да лучше я к этому буду дальше выслуживать работать на его матрицу да в общем то вот вот ее позиция здесь больше перспектив поэтому она с россией вот и все она чисто по деловому объяснила свою позицию поэтому ну как бы перед нами деловой человек умеющий зарабатывать деньги и зачем она сейчас и занимается по большому счету она сейчас вот это интервью даже дала для того чтобы мне вот стала в инстаграме выходить реклама с ее какими-то курсами видимо у нее стартовал какой-то марафон там или еще что-то ее обучение и она вот перед этим решила подогреть интерес к своей персоне и выступила вот и все не более того да вот человек который в общем-то рубит бабки пока люди страдают вот и все адам давайте дальше потом как-то странно рассуждаете нам что там пособия выдать то есть вы вы какая-то глупая да вот вот это вот оценивание мнения журналиста до журналист задает вопросы она оценивает вы как-то странно рассуждаете вы такая какая-то непонятная вы что не понимаете да нам же там никто не рады нам же там пособия не дают вот если пособия давали я бы подумала да я бы сравнила какое пособие здесь я могу получить и какое там то есть вот перед нами человек который торгуется да вообще браво и так с эмоциями сейчас эмоциональная вовлеченность пошла то есть вот для нее этот вопрос очень важен да что да я и ради чего я должна все бросать извините мне там пособие не дадут что ли какое время когда они в штат выезжали и у всех есть деньги и у всех есть возможности не все айтишники взять и уехать тем более благодаря иммиграции русских ценники везде безумные стали мы просто рьяно вообще выращиваем чужую экономию там цен за один самолет и недвижимость ренты все 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 безумно дорого еще все это каким-то образом должны уехать не на браво конечно да и действительно лучше сидеть на попе ровно может быть за вами не придут но знаете так рассуждает человеку которого явно нет сына или у которого нет мужа любимого любимого не того за которых там шубы дают это и они рады попозировать да а вот именно вот настоя по-настоящему мужчин в семье явно нету и поэтому ей не бояться и поэтому она призывает до призывает она всячески вот в этом интервью дает понять что вот в мое окружение они смелые да это не то что там какие-то трусы которые по уезжали да все побросали нет мы мы сидим работаем с другом за нами могут и не прийти вообще чё нам а придут значит пойдем поубиваем украинцев чем одним больше одним меньше да да значит ну и в общем то с такой претензии говорит что там цены поднялись что в этом за границей да действительно люди люди спасаются ирин люди хотят жить и не хотят убивать вот почему они уехали не потому что они трусы а потому что они действительно не хотят убивать странно что вам это непонятно но я думаю понятно просто она не хочет это озвучивать это не входит в ее богатый внутренний мир да и вот но тем самым она очень четко работает на матрицу матрица как раз и заинтересована чтобы все сидели и ждали когда придут за ними вот за ними как раз и придут благодаря в том числе интервью ирины хакамады спасибо большое за то что вы так нас успокаиваете да но я как мать конечно очень сильно против да вот еще можно продать все что есть и поехать в дешевую страну типа в болгарию и там найти какую-то работу что-то придумать как-то перекантовать но пусть же не вначале приедет сюда и попробовать что-нибудь продать свое время он не приехал как так причина все-таки в том что она не может ничего продать а не в том что она как-то как-то считает обычные банальные меркантильные интересы не более того да его звал навальный с собой бороться с резюмом но это был его выбор он и навального отговаривал но поэтому указывая свой выбор и за всех никто не отвечает ну да конечно а до следующий фрагмент в моем окружении уехали десятки если не сотни человек а в вашем окружении никто все остались видите как она этим гордиться и тем самым бессознательно дает сигнал тому что если вы не трусы оставайтесь да вот мое окружение все смелые все смелые и полюбуйтесь мной она как бы берет вот это вот гордость за тех кто остался гордость за их смелость смелость в кавычках потому что в общем то это не смелость а глупость но тем не менее все таки полюбуйтесь мной и смотрите смотрит в упор на собеседницу и напрягает подбородок напрягает этого сдерживание каких-то слов да и на фоне того что все таки это высоко поднятой челюстью это для нее гордость да это для нее вот предмет для того чтобы ей любовали почему ребята а какие нас смотрите подбоченилась челюсть еще вверх руки в замок но на то есть это мы мы до процветленные в отличие от вас до говорит ее тело строению среди ваших знакомых у вас же очень много молодых в вашем круге акции изм пошло все нафиг работают да конечно пока за нами не пришли все супер и при этом челюсть вверх но это знаете вот такой вот взгляд ну да безусловно психологически это объяснимо далее человек будет если выбор есть да что то сделать и спастись и ничего не делать но ты можешь просто тебя пронесет до человек выберет ничего не делать потому что человек человеку очень сложно выходить из зоны комфорта это но психологически уже там много опытов было проведено да и многие просто поэтому сидят думать ну может мне меня не коснется да и вот она поддерживает вот эту убежденность что а пофиг вообще пофиг чего быть тому не миновать вернее чем чему быть того не миновать да на ну и в общем то лучше сидите на папе ровно матрица за вами придет если посчитает нужным и при этом челюсть вверх но для нее ну это же не касается ее у нее же нет сыновей ну и черт ну придут за вами вы сами виноваты могли уехать могли не уехать чего вы меня слушали работы творят год мы любим свою страну видите пожимает плечами мы любим свою страну сама не верит в то что они любят свою страну и на самом деле просто не хотят выходить из зоны комфорта и речь вовсе не о любви к стране и нужно говорить ничего за всех каждый отвечает человек может отвечать только за себя это понятно но то есть это вас вы считаете держит то что невозможно продать здесь знаете вот здесь вот я с ней и соглашусь и не соглашусь с одной стороны да действительно нельзя за всех говорить я согласна что каждый принимает свое решение но с другой стороны когда у тебя есть аудитория людей которые уважают твое мнение то это преступление не сказать все так как есть либо вообще ничего не говори и сиди вот просто на попе ровно и не вноси вот это вот либо говори так чтобы вот ответственность все равно ляжет на твои плечи и вот то что сейчас ирина сказала что сидите ровно вы же мой может нас и не коснется может и вообще это ерунда не не у не у всех есть возможность уехать она и оправдывает да у вас же нет возможности сидите сидите матрица может не прийти за вами все в порядке все в порядке сидим работаем дальше да приходите ко мне на тренинги все будет замечательно да я вам научу настроить ваш внутренний дзен а когда за вами придут вы прям с этим дзеном идите прям на фронт да вот вот это вот она я вообще не знаю как как это ну вот как бы внутренний дзен это понятно да это хорошо но когда при этом она говорит что ничего не надо делать для своего спасения да это вот все равно что утопающему сказать ты сложи ручки и все нормально уйдешь ко дну но ты просто внутри там помолись и все будет хорошо то есть бороться за себя не надо говорит она все это интервью есть в основном это держит моем окружении еще страна культурный код ухты даже страна даже культурный код но не хотят они в узбекистане жить и в таджикистане и в казахстане и в дубае но не хотят и не хотят они жить жить в миграционной тусовки кстати насчет культурного кода вот эта фраза прозвучала но не ничего они не было сказано ничего она не рассказала о том как она любит действительно свою страну и почему она вот именно из этих побуждений осталось ничего не было сказано было сказано про то что недвижимость сложно продать про то что не нужны мы там за границей про то что запад сам виноват украинцы сами виноваты но и вот вот и все ну вот таких вот вещей про культурный код о котором она сейчас упомянула но этой темы не было поддержано совершенно поэтому это просто красивая фраза да в поддержку метафоры в поддержку там ее каких-то убеждений которые вот она считает что да действительно она совершает акт патриотизма оставаясь здесь убеждая всех что ничего страшного не происходит ну и в общем то вот так вот конечно страшно страшно то что я посмотрела меня честно говоря бомбит от того что нет не то что бомбит такое знаете разочарование в человеке потому что я действительно считала что она может представлять из себя но как минимум она умная женщина но сейчас я увидела что она тоже прогнулась она к сожалению к сожалению примкнула к этой силе и к сожалению примкнула по причине выгоды просто чисто выгода а ничего такого прям действительно культурного кода или еще чего-то подобного да но в общем вот такое получился разбор ну что подведу итоги по поводу этого разбора да значит что она делает давид манипулирует подводит к тому чтобы все заткнулись и не вякали сидели на попе ровно использует свой авторитет для убеждения утверждает что от нас ничего не зависит но тем самым работает на в пользу той же самой матрицы которой она как бы избегает до призывает закрыть глаза не замечать убийство как бы я я всем прощаю и вы простите да да они сами виноваты рискует только потерей комфорта и при этом так четко безусловно это вот перед нами простой человек до который просто не хочет ничего делать такого что приведет к потере ее благосостояния и в общем то что ну а что на кону да сейчас вот она в зоне комфорта находится да она понимает что с этим хозяином будет выгодно этот хозяин богат а если я шагну в неизвестность да там неизвестно вообще что будет да и в общем то понятно да делает это все весьма тонко с манипуляциями использует знания и жизненный опыт прежние заслуги благодаря этому заставляет усомниться вот что самое опасное это вот она очень тонко заставляет усомниться в позиции вот я например четко знаю свою позицию да ну посмотрев ее это интервью в некоторых моментах я и даже чуть-чуть поверила но потом я остановила себя стоп-стоп как 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 прощаю как проще как это я я не могу этого прощать я не могу простить за разрушенный мариуполь я не могу простить вот того что сейчас идут убийства я не могу простить вот этих фотографий где там поле усеянное трупами я не могу этого простить почему и вообще как и какое я право имею судить прощать не прощать и вот как бы тут лучше уж либо молчать да и ну как бы и выстраивать до свой внутренний мир ну вот прощать это уже уже удел матрицы и в матрице она как бы нас призывает всех не не испытывать негатива да по поводу того что там на глазах убивают это это не и это чисто ее выбор который она очень тонко и изящно нам с вами дает как возможность уйти от внутренних терзаний до терзания совести сейчас и вообще внутренние переживания они есть у всех людей наделенных эмпатией и поэтому конечно же это хорошая такая знаете ловушка но знаете благими намерениями путь в ад устроен и вот здесь вот я вас призываю не слушать всего того что она рассказала да да она красиво говорит да у нее хорошая позиция она это все четко обосновывает но вот это все большая манипуляция не нужно ей верить да в общем вот такое мое мнение да кстати если кто-то с чем-то не согласен пишите в комментариях если согласны тоже пишите вообще напишите свое мнение не слишком ли много было моего здесь оценочного суждения но я как бы высказала да то что то к чему я пришла исходя из того что я посмотрела несколько дней назад я варила это в голове да и думала что же вам сказать потому что действительно ну все не однозначно вот то что она говорит да она как бы еще очень хитрая такая манипуляция для того чтобы внушить человеку что-то что ему не понравится нужно максимально эту информацию обернуть в то во что человек уже верит в его убеждения в его какие-то взгляды установки да вот и вот ирина с этим очень здорово справляется но она умная женщина да она оборачивает вот этот внутренний дзен да вот как бы говорит вы должны в первую очередь и да я согласна с ней вот на этом этапе я согласна что внутри надо с собой разобраться да а потом только во внешний мир но нельзя заглушать совесть вот это мой взгляд вот я так считаю не знаю если вы со мной согласны не согласны пишите в комментариях но я считаю что нельзя это как-то привыкать к этому нельзя это принимать все равно рано или поздно я думаю что все все встанет на свои места и тогда конечно же мы все поймем насколько сейчас очень ценно сохранять вот это вот внутреннее убеждение в том что нельзя делать того что сейчас происходит вот это вот оставайтесь людьми самое главное извините за такой вот такую концовку слишком длинную но вот вот так вот я не смогла не высказать свое мнение жду от вас ответа в комментариях вашего мнения и может быть продолжим обсуждать еще в комментариях люблю вас всех очень сильно кто еще не подписан подписывайтесь значит не забудьте поставить лайк или дизлайк этому видео если меня там где-то занесло тоже дайте мне знать буду контролировать свои эмоции но не всегда у меня получается я человек да и не стесняюсь этого все давайте люблю вас всех еще раз пока пока